Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог! Сегодняшнее видео будет о моих ароматных новинках. Здесь будет один полноразмерный флакон, а все остальные будут пробники и тревел-версии. И давайте, наверное, начнем с полноразмерного флакона. Это Jador Dior. Он у меня появился 14 февраля. Мне подарил его муж на праздник. Честно говоря, мы особо не отмечаем этот праздник. Я уже, по-моему, говорила в каком-то видео. Но почему не подарить женщине подарок? Это всегда приятно. Короче, он мне подарил Jador. Я не знаю, все эти годы, ну вообще вот сколько я увлекаюсь ароматами, я проходила мимо стендов с Jador. Просто вот... Вот просто. Вот я проходила, я... Да, я знала их аромат. Мне они нравились. Но вот сказать, что я вот прям хотела бы иметь в своей коллекции вот этот аромат... Нет, никогда. Я помню давно-давно-давно, когда я еще училась в академии, у меня была подружка Наташа, ей привезли родители из Парижа, Jador. И вот он тогда только-только вышел. И она показывала нам этот флакон. Меня... Ну вот меня вот потрясение было от красоты флакона, вот честно. Он настолько красив. Он тогда еще был даже вот не такой вот, вот такой, а вот как-то красивее было все оформлено. И я думала, блин, как красиво, да. Но вот чтобы вот хотеть мне именно аромат, я даже вот не помнила, вот она давала нам его понюхать, я не помнила вообще мою реакцию. Я помнила только, да, что меня зацепил именно флакон. И когда мне муж подарил его, я так, ну, странно, да. Ну, вот это было попадание стопроцентно. Это у меня Eau de Parfum 50 миллилитров. Посмотрите, сколько я уже израсходовала. Обычно в течение дня у меня такая тема. Я никогда не пользуюсь одним ароматом. Двумя или тремя. То есть с утра у меня один аромат. Я иду в душ, собираюсь на работу, наношу аромат. Потом я могу кинуть себе в сумку другой аромат. И в течение дня я мешаю его с другим ароматом. И третий аромат я уже наношу дома, после душа, после работы, вечером. Когда мы ужинаем, когда мы ложимся спать, я уже наношу третий аромат. Я люблю разные. Я люблю разный аромат. У меня их много. Я люблю как бы, ну, постоянно пахнуть чем-то разным. Мне нравится. В этом конкретном случае, целыми днями, в течение, наверное, недели, я ходила только в Жадор. Я ходила только в Жадор, и у меня не возникало даже мысли поменять его на какой-то другой. Во-первых, он очень яркий, он очень стойкий, насыщенный, шлейфовый. И как бы я даже не знаю, замешать его с чем-то еще. Ну, хотя Шанель номер пять я тоже мешаю. Короче, не знаю. Мне не хотелось. Мне не хотелось. Мне безумно нравилось обонять его с себя. Мне нравился его шлейф. Мне нравилось вот просто воткнуться и посидеть, и понюхать. Какой же вот исходит от меня потрясающий аромат. Это парфам у меня. И я пошла потом, попробовала другие версии. Туалетная вода, потом еще какие-то фланкеры. Нет, это парфам, да. Самый такой крутой. Ну, пока мне больше всего нравится. Я бы еще хотела бы, наверное, себе дымку для волос. Я видела последнее видео Анжелики Браун. Анжелика, привет. И у нее там дымка для волос. Вот дымка для волос, это вообще роскошь. Знаете, вот так, чтобы волосы ваши пахли Жадор. Он более облегченный, да. Ну, это такое классное дополнение вот ко всему. Что я здесь слышу? Ну, прежде всего я слышу здесь жасмин, дыню и грушу. Вот груша, знаете, такой компонент, который или нравится, или нет. В каких-то ароматах я прям, ну, не могу выносить вот эту грушу. Когда она такая вот кислая и как будто бы, знаете, такая приторно-сахарная. Я не люблю. Здесь груша более такая свежая, сочная. Практически не пахнет. Знаете, такие китайские груши. Это вот мой самый любимый, кстати, 40 груш. Китайские груши, они такие белесые, жесткие. Внутри такие белые-белые и очень такие сочно-водянистые. Они практически без запаха, практически без вкуса. Но они такие хрустящие. Вот здесь я слышу именно какую-то такую хрусткую, холодноватую, неприторную грушу. Мне это очень нравится. Груша, дыню. Я слышу дыню. Вот знаете, вот если вот прям я очень ее хорошо слышу, у меня даже была такая идея. Я все думаю, как бы мне сфотографировать жадор. Я хотела купить дыню, разрезать ее пополам, положить туда этот флакон и сфотографировать. Может быть, как-нибудь я повторю. Потому что вот на первых вообще часах, на первых днях своего знакомства с этим ароматом я очень хорошо слышала именно дыню и жасмин. Вот жасмин, жасмин, жасмин. Такой, вы знаете, мой муж даже, он выучил это слово, как-то в машину я села, когда мы ехали утром, он говорит, индольный аромат. Я говорю, ты чего? Нет. Ну, он поржал, но он знает, да, что жасмин может выдавать индол. И вот он так, типа, пошутил. Нет, для меня он совершенно не индольный. Но это аромат, знаете, вне возраста, вне времени, вне какого-то... Вот реально он вне времени. Вот когда он был изобретен, это потрясающий, потрясающий люксовый аромат, который может, ну, тягаться с какими-то вот просто, мне кажется. Ну, я не разделяю особо для себя нишу, люкс. Что-то хорошее есть и там, что-то прекрасное есть и там. Но здесь это вот вообще какая-то такая история, которая стоит вот где-то вот особняком. Мне безумно нравится. Жадор, я вообще даже не писаю, как он может кому-то не нравиться. Женственный, сексуальный, не побоюсь этого слова. Да, он сексуальный. Он какой-то, вы знаете, чувственный. Его хочется постоянно обонять. Я получила кучу комплиментов от девочек. От девочек, хочу заметить. А мы были на пикнике, я приехала туда, вышла из машины, пошла к нашим, ну, ко всем, к друзьям. И просто вот мы обнимались с девчонками. Привет, привет. Каждая, вот такого вообще никогда не было. Что каждая сказала мне, как от тебя пахнет, что это такое. Я говорю, это Жадор. Жадор, да ладно, Жадор. И все такие, Жадор. Ну, все, наверное, думали, что я сейчас скажу какую-нибудь такую, а-ля-ля-ля. Жадор. Жадор меня сразил на повал. Как я раньше его вообще пропустила. Ну, видимо, всему свое время. Вот сейчас пришло мое время. Любили с Жадором. Прекрасно. Это прекрасно. Потрясающе. И вы знаете, он и в базе хорош, и в начале хорош, и в сердце. У меня нет слов. Прекрасный аромат. И следующий аромат, который у меня появился, это вот такая ручка от Элизабет Н. Джеймс. Нирвана Бурбон. Элизабет Н. Джеймс. Сестры Олсом. Я их обожаю. Я обожаю их стиль. Я не говорю про их актерские там таланты. Я люблю их стиль. Стиль в одежде. Стиль вообще во все. В подаче себя. Как они выглядят. В их волосы. Что они делают, конечно. Они дизайнеры еще плюс ко всему. Они делают прекрасные вообще сумки, которые бы я хотела, конечно, обладать. Но они очень дорогие. И, да, ароматы. Ароматы линейка у них потрясающая. Просто я давно к ним присматриваюсь. Но, знаете, все время думаю, ну, блин, ну, куплю лучше вот это. Куплю лучше вот это. Когда только вышла Нирвана, белая у них была. И, по-моему, темно-коричневая или черная, если я не ошибаюсь. Я очень хотела себе белую Нирвану. Это прекрасный-прекрасный. Ландыш, Пион. Ну, в общем, такой очень классный запах. Если не пробовали, попробуйте обязательно. И все остальные фланкеры просто на высоте. На высоте они вот, знаете, они незамысловатые по пирамиде, но они ладно скройные. Они ладно скройные, они яркие. Они вот, ну, они... Вот за них не стыдно, знаете. Вот, бывает, селебрити делают ароматы. Я не буду говорить, кто конкретно, что. Ну, о чем это? Ну, да, понятно, это там раскрутка. Ну, им нужны деньги, да. Это вот имя. Что там внутри этой бутылочки? Никому вообще до этого нет дела. Здесь реально, вот, люди постарались, люди вот вложили, как бы, видимо, что, ну, это... Они контролировали процесс, может быть. Ну, короче, аромат Элизабет Эн Джеймс Бурбон. Я его купила вот в таком вот флаконе. Я попробовала все. Вот купила этот. Он мне показался самым таким интересным. Не на лето, наверное, да, все-таки, а когда у нас будет похолоднее. Элизабет Эн Джеймс Нирвана Бурбон. Что же это такое? Это очень яркий, очень теплый. Такой спецово-древесный аромат. Вот я наношу вот такая тут ручка. Ну, все, наверное, знаете эти ручки. Все фори, они продаются, все ароматы линейки продаются вот в таких ручках. Так что, если есть возможность, посмотрите. Многие уже вообще говорили. Но для меня этот аромат был такой какой-то немножко сначала странный показался. Из, ну, как бы сплоттера в магазине он пах очень так сладко. Насыщенно. Сейчас я его Мелуису покажу. Львишуня. И львишуня пришла. И львишуня пришла. Аромат сладко, насыщенно. На коже моей он выдал немножко, знаете, запах резины почему-то. Резины. Такой, вы знаете, сжженой, черной резины. С ванилью и с деревом. И это было вот прям интересно. Это было интересно. Это было в духе, знаете, ком де герсон. В духе каких-то вот таких... Костюм националь в духе тех же сердец. Map of the heart. Который я говорила. Это было неожиданно. И неплохо. Он густой аромат, насыщенный. Он... Я бы, конечно, хотела бы, чтобы он как-то раскрывался в течение дня. Но он вот пахнет вот как в начале, потом в сердце база, в принципе, вот на одной ноте. Вот он так продолжает пахнуть. Когда-то там в какой-то определенный период больше ванили, сладости. В какой-то определенный период больше именно дерева. Но аромат заслуживает внимания. Наверное, я не куплю себе большой флакон. Но для меня это все-таки уже немножко пройденный этап вот этого такого плана ароматы. Мне сейчас хочется больше каких-то, знаете, вот зеленых, шипровых, мшистых, может быть, каких-то акватических даже ароматов. Совсем другую хочу уйти историю. Пока вот на такую вот гурманику не очень тянет. Я не могу сказать, что это прям гурманика. Нет, здесь есть такой немножко брутальный акцент. Тут не все так сладко. Здесь вот реально вот мне понравилась именно вот эта нота жженой резины. Если бы она была дольше, мне понравился бы этот аромат больше. Он вот какой-то более был бы интересный. Но, тем не менее, он приятен. Он необычен. Он выгодно отличается вообще от многих ароматов в той же сифоре, как это я вот все пробовала. Они стоят вот просто на много-много голов выше даже какого-то там люкса, например. Классно. Еще один аромат, который у меня появился, это аромат от бренда Тиффани. Но этот аромат, это не новинка этого года. Это достаточно, оказывается, старый аромат. Я посмотрела на фрагранчики каких-то 80-х годов. 87-м, 80-м, ну что-то такое. Кому интересно, посмотрите. А муж у меня его случайно нашел в каком-то маленьком бутике и купил мне, привез. Спасибо ему за это. Он говорит, что раньше я не знала, что у Тиффани есть аромат. Я говорю, ну вот есть, оказывается. А аромат в силу того, что он, да, он старинный, он по-другому сделан. Вы знаете, я его нанесла вот сюда. Это цветочный аромат, аромат пудровый. Пудра здесь такая винтажная. Я не люблю немножко такие пудровые ароматы с винтажной пудрой. Такая старая уже, такая немножко залежавшаяся пудра. Но здесь совершенно какие-то прекрасные цветочные ноты. Здесь очень много цветов и цветов таких каких-то горьковатых, как мне показалось. Он не сладкий, хотя он цветочный. Он не сладкий, он не приторный. Он именно такой аромат старой школы. Аромат вот даже немножко с оттенком шипровости. Но хотя это не шипр, конечно, но мне так кажется. Я слышу в нем что-то такое от шипров. Он очень красиво замыливается. Вы знаете, какие-то ароматы, когда они замыливаются, это очень некрасиво. А вот здесь он замыливается таким хорошим винтажным мылом. О, если так можно сказать. И это дает просто потрясающий эффект на коже. Где-то это через полчаса. Вот я нанесла все ароматы. Через полчаса вот где-то вот этот эффект происходит. Из этого замыливания. И мне это очень нравится. Старт у него немножко, немножко ретро. В базе он выдает красивую пудру. Но опять-таки ретро. Аромат заслуживает внимания. Я не знаю, он сейчас еще продается или нет. Но, конечно, он интересен. Он интересен для меня. Это аромат вечерний. Аромат больше, конечно, на выход. Утром он, ну, мне лично был бы, наверное, тяжеловат. Вот там Мелвис у нас спит. Он был бы мне, да, тяжеловат. Такие дела. Такой аромат у меня появился. Следующий аромат, который у меня появился, это вот это. Bottega Vinetta Eau de Velour. Eau de Velour это новая версия. Ну, как не новая, она уже давно вышла. Вот просто у меня только появилась. Я ее пробовала в магазине. Ну, вот сейчас у меня появился такой вот пробник. Это классическая Bottega, только ее новая версия. Тут такой красивого цвета, такого бордового. Бордово-вишневого флакон. И на флаконе, на большом у вас будет такая велюровая красивая ленточка. Мне он очень понравился. Знаете, мне этот аромат понравился настолько, что когда у меня, наверное, закончится моя классическая, если я вам ее покажу, где она, я бы даже, наверное, купила бы себе на ее смену вот эту. Вот у меня столько классической осталось. А классическая это, конечно, вот эта кожаная лента. Это кожа, это замша, это... Ну, я его обожаю. Просто и вообще... Как такое можно сделать? Роскошный аромат. Здесь они сохранили, сохранили вот эту роскошь, они сохранили вот эту аристократизм, эту цветскость, эту породистость аромата. Но добавили сюда, мне, я слышу здесь, варенье. Варенье неприторное, варенье такое немножко забродившее, немножко ликеристое, немножко такое с градусом варенье. А вишнево-сливовое. Вишню здесь вот именно косточки, я слышу, и слива. Не знаю, почему есть там это, нету. Вот что-то такое в нем появилось еще более интересно. Его хочется постоянно обонять, его хочется изучать, его хочется расслышать. Вот такой аромат потрясающий. И я думаю, да, думаю, его буду повторять после вот... Не повторять, потому что они ненамного разные. Потому что здесь добавили какой-то вот этот вот ягодный нюанс. Ягодно-шнюпкий. И следующий аромат, который у меня появился, это маленький пробник от марки Louis Vuitton. Я вообще, ну я полюбила линейку, честно говоря, Louis Vuitton. Не все ароматы мне нравятся. Но вот этот аромат, мне он очень нравится. Очень я бы его, конечно, хотела себе. Это аромат Turbulence. Мне хватает просто одного пшика, чтобы насладиться ароматом полностью. Он очень насыщенный, очень яркий, очень стойкий. Вообще, на мне стойкие ароматы. Вот от Louis Vuitton этот. И вот у меня еще один Dan Le Peau. Что мне в нем нравится? Здесь, конечно же, вот эта фирменная кожаная нота тоже присутствует. Она присутствует во всех ароматах. Здесь, конечно, тубероза. Тубероза здесь просто ядерная. Она ядерная, она очень зеленая, она очень какая-то, знаете, горькая, колючая. Кому-то нравится колючий тубероз, кому-то нет. Мне туберозы всякие нравятся. И колючие, и кремовые, и какие-то яркие, и не очень. Для меня, конечно, аромат с туберозой — это все. Это полет. Полет. Посеянный. Здесь я еще чувствую очень много зелени. Помимо вот яркого аромата туберозы, колка такой, борзая такая здесь тубероза, я здесь слышу очень много зеленых нот. Зеленые стебли, немного влажные, сочные, скошенная трава. Да, я слышу тут очень хорошо яркую скошенную траву. Я слышу здесь, знаете, даже, что вот листья салата, когда вы делаете зеленый салат, когда вот много-много-много-много разной зеленьи, самые разные — шпинат, рукола, укроп, петрушка, кинза. Вся вот эта вот зелень вы это мешаете, мешаете. Салати сбрызгиваете это лимоном, без масла, без всего, вот без соли. Вот он пахнет вот этой вот сочной зеленью, когда вот вы ее жуете, когда вы ее кушаете. Это такой кайф. Вот почему-то здесь мне в этом аромате это все слышится. Потрясающий аромат, турбулент с линейкой Louis Vuitton. Я, конечно, бы хотела себе их все, но жду, вот жду. Жду, может быть, когда-нибудь еще какой-то появится. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Не очень много ароматов. И не очень, как бы, может быть, они большого флакона, но это не важно, какой флакон. Мне важно знакомство, мне важно аромат прочувствовать, мне важно получить просто какое-то наслаждение, не важно, сколько там миллилитров, милипусик или огромный флакон. Это все, не важно. На этом все. С вами была Аленка Блог. Пишите про свои новинки, про свои ароматы новые. Мне будет очень приятно. До свидания. Пока.